всем привет сегодня расскажем как изготовить вот такой вот крючок здесь сталь 45 она и калится и варится только нужно тряпочкой обматывать вот чтобы отпуска не произошло значит смотрите я сейчас покажу тех карту а дальше чертеж подробно я буду прокручивать со всех сторон и значит рассказывать про тонкости этот крючок был изготовлен с помощью болгарки смотрите сразу скажу что нужен хороший навык работы болгаркой тогда будет все аккуратно получаться и быстро а в противном случае это очень муторно долго потом на наждаке исправлять придется все это дело если умеете болгаркой работать то у вас получится вот такой вот интересный вариант крючок небольшой он как раз таки подойдет когда человек только учится вот таким вот небольшим крючком мини крючок он конечно хрупкий а вот именно вот этот вот размер да он самый подходящий им легче управлять он но в принципе если правильно сделать довольно таки прочный и работает ничуть не хуже чем большой слесарный способ такой довольно таки муторный но если кто-то значит наберется смелости то можете сделать 12 можно потерпеть повыпиливать я не рекомендую после закалки простые углеродистые затачивать на наждаке лишь к поднадавили и можно отпуск может произойти отпуск и закалка потеряется вот я слегка слегка только поправил на наждаке аккуратненько сильно не надавливая вот эту тыльную сторону дальше ну можно взять алмазные надфили и вот снять вот это притупление ну что давайте переместимся посмотрим в 3d варианте как это все делается технология так ну что давайте очень кратенько и быстренько будем брать только самое основное взял я шестигранник так как на видео я показываю шестигранник поэтому в чертежи здесь сделать также но если использовать круглый пруд принцип остается одним и тем же вот мы делаем вот такую вот пластиночку зарезаться можно начинать зарезать эти грани то есть мы сверху начинаем резать потом только болгаркой отсекаем уже здесь вот где показывают плоскости у нас два кусочка отпадает вот мы болгаркой делаем первый зарез вот что у нас должно получиться насчет размеров и пропорции я как-то видео давал поэтому не буду на этом останавливаться мне весь смысл то есть технологии показать все делается с помощью болгарки очень быстро если стачивать на наждаке это долго так как материал сырой изначальная заготовка то пилим болгаркой следующий этап мы задаем еще дополнительные две грани эту и эту то есть пластина у нас появилась следующие две грани вот как здесь показано посмотрите внимательно единственный нюанс смотрите на этом чертеже сейчас покажу вот так в бок разворачиваю смотрите вот здесь вот немножко больше справа запил а здесь чуть поменьше потому что мы оставляем с одной стороны запас то есть пластинка чуть чуть побольше вот это делается сразу мы оставляем запас под слесарную обработку далее поэтому появляются вот такие две грани новые вот внимательно вертим со всех сторон так скажем вот смотрите внимательно следующий этап мы делаем две лыски вот смотрите да две лыски появились здесь вот и здесь опять же все делается болгарки маленьким кругом вот для чего они нужны и когда мы куем инструмент уже видели да я рассказывал мы делаем конус конусность а потом только расплющиваем чтобы вот эта пластина не было шире самого прута иначе будут вибрации когда куем мы делаем конус и поэтому вот эти вот два выступа вот этот вот этот выступ и этот этот они в процессе ковки делаются то есть и расплющивание здесь мы задаем искусственно так как мы выпиливаем болгарки и это нам позволит понять следующие две грани боковые так куда делать и на какую глубину чтобы было все симметрично сильно не перебарщивать и вглубь не надо сильно много заглубляться просто вот как здесь по пропорциям приблизительно прикиньте или посмотрите предыдущий ролик у меня про пропорции далее следующий этап вот как раз таки появляются две новые опять-таки грани а глубину мы изначально задали вот эта грань эта грань появляется все сейчас пока что делается болгаркой обратите внимание гораздо быстрее вот я попробовал болгаркой это быстрее чем на наждаке обтачивать и теперь смотрите внимание разворачиваем вбок смотрите здесь радиус да вот вот это вот плоскость видите поворачиваю вбок видите радиус почему так происходит мы вот эту плоскость выравниваем разберем алмазный карандаш делаем у круга турец не боковую часть круга а на наждаке уже используем наш так выравниваем идеально торец круга так как крючок шириной всего лишь где-то ну 15 миллиметров может быть даже 14 13 миллиметров 12 миллиметров ширины вот этого торцевого круга хватает для того чтобы вот эту плоскость вот таким вот образом сделать поэтому здесь не радиус появляется так как круг уже используем понимаете да чем речь идет изначально желательно сразу эту плоскость сделать получается заготовка и вырисовывается потихонечку крючок некоторые оставляют у нас вот эту пластину прямоугольный но в моем случае следующий этап мы делаем пластинки то есть заужаем вот смотрите видите то есть это уже используется наждак чтобы точнее сделать с этого этапа можно использовать наждак вот две боковые грани возвращаясь назад пластинка такая здесь уже мы заужаем немножко для того чтобы получилось как бы как и орегано я у нее они как-то уже говорил все вот она заготовка получилась вот такая вот после болгарки и некоторые элементы уже пошли делаться на наждаке все довольно таки симметрично если хорошо работать болгаркой то он получается все ровненько некоторые погрешности можно убрать потом на наждаке но максимально сразу нужно зарезать чтобы меньше было пыли вот этой вот меньше работы шкрябания на наждаке вот посмотрите внимательно что получается и теперь самый важный момент это уже предварительная заготовка перед загибанием мы обтачиваем все грани желательно можно вообще болгарка сделать круглым ну я шестигранник так оставлял в принципе он по подручнику не ходит поэтому эти грани на конце не будут особо мешать все мы острые концы вот эти закругляем и делаем фаски если это под сварку делается вот них я говорил глубокие такие фаски можно вообще чуть ли не к центру сделать и проварить как в виде корня да теперь остановимся на гранях заднюю плоскость мы уже вывели вот эту нам остается самый ответственный момент сделать это три его такие вот заточные фаски первая вторая и третье изначально они могут делаться торцем круга но предварительно если желательно делать все это симметрично смотрите после того как торцем круга задали фаски угол да потом в одно касание боковой частью круга можно это сделать боковой частью только круг должен быть ровный и остановлюсь поподробнее вот на этой фаски они я уже говорил указал почему именно такой иногда можно ее вообще не делать оставить только вот эту и эту точнее то есть фаски эти грани ну я ее делаю сразу на в процессе зарезания помогает когда мы только начинаем врезаться и выкручивать крючок она помогает эта фаска почему прямая ну как-то я говорил что можно разные делать да но это почему она легче всего в заточки потом последующей последующей правке то есть мы плоскостью круга но плоской части в одно касание 1 раз и заточили вот эту фаску а можно иногда ее и не делать принципе сделать вот только две такие вот у нас получилась такая как бы я рига на очень похожи на я рига на и принцип работы с загнутом состоянии такой же посмотрите внимательно еще раз на эту заготовочку как она должна выглядеть перед загибанием это ее пропорции сама конструкция здесь ничего сверх сложного нет это просто требует аккуратности и с помощью болгарки без ковки в некоторых случаях опять-таки повторюсь это можно делать но желательно конечно ковать это быстрее экономичнее вы когда выпиливаете болгаркой вы много стали срезаете если речь идет о быстрорезе это не целесообразно вот не экономно нужно конечно же ковать но если используем сталь 45 обычные стали которые не такие дорогие можно делать вот таким образом и в конце после сгибания у нас должен получиться вот такой замечательный крючочек все здесь пропорционально вот он слегка заужается это конечно не фанация не супер обязательно но он будет так получше работать единственное что конечно не утончайте сильно его к кончику это на чертеже так получилось но если вот развернуть да то у нас утончение идет приблизительно с двух с половиной миллиметров до двух миллиметров да получается толщина крючка если радиус у него приблизительно 12 13 миллиметров 14 миллиметров да то есть здесь 2 с половиной миллиметра здесь 2 миллиметра потом можно в процессе заточки утончить притупления обязательно оставляем для того чтобы не перезакалилась вот это место если будет заточена в ноль перри закалится поведет может даже треснуть некоторых случаях вот здесь выступ он обозначает нам границу где заканчивается грань заточная до чтобы дальше не муслякать вот вот это тело резца мы обозначаем границу вот здесь заканчивается за . чтобы бруски не стачивать да вот мы обозначили сразу где затачивать поэтому вот эти грани выступающие я бы рекомендовал их делать вот и все после закалки остается только заточить и еще такой момент вот эти грани вот то есть заточную фаску не обязательно вот как она есть ее опускать в ноль по вот этого низа вот да вот вот этой вот грани до нижней вы можете угол немножко развернуть то есть сделать его чуть-чуть потупе сильно не утончайте чтобы не сломался потом вот весь технологический процесс так скажем кустарный такой да нестандартный процесс выпиливания крючка возьмите на вооружение я думаю вам все это дело должно пригодиться если кто не осмелится делать то может быть как-нибудь удастся можете спрашивать если будет возможность я лучше вам сделаю крючок сам ну а так дерзайте ничего сверхсложного нет нужна аккуратность ну а вам тех процесс я предоставил единственная думаю нужно будет какую-нибудь тех карту с текстом оформить в текстовом варианте как говорится все что написано первым не вырубишь топором наглядно чтобы было все но это потом попозже так вот такой вот интересный способ немножко муторный опять-таки повторюсь да ну 1 2 можно сделать постараться ну вот если кому-то было полезно берите на вооружение всем спасибо за просмотр и пока пока пока